МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...посредника, арбитражного управляющего Минюста, тому как раз передавали первую часть суммы 150 тысяч долларов. В четверг Печерский суд постановил отпустить Гречковского под залог почти 4 миллиона гривен. Его адвокат сообщил, что сейчас решает вопрос, подавать ли апелляцию на это решение, и объяснил, что было бы, если бы его подзащитный не внес в залог. Сел бы в тюрьму. Прокуратура могла настаивать на избрании другой меры пресечения. Ну, то есть, если бы он не внес в залог. То есть, необходимо было бы по новой подавать и избрать другую меру пресечения. И напомню, Генпрокуратура требовала для Гречковского на арест или залог на сумму 13 миллионов гривен. По сути, это стоимость часов, которые носит член Высшего Совета Юстиции. Неожиданное признание. Мэр Черноморска Одесской области публично заявил, что уже давно не ворует. Интернет-издание «Украинская правда» обнародовало видеоролик, записанный на сессии Горсовета. В ответ на реплику одного из депутатов «Меньше воровать надо» мэр твердо заявил вот что. Как пишет «Украинская правда», недавно один из депутатов направил к главе Государственной аудиторской службы Украины Лилии Гавриловой заявление с просьбой провести оценку эффективности использования грандоначальникам бюджетных средств. По всей стране массово увольняются судьи, а в Ивано-Франковской области уже есть суды, в которых служить в Фемиде некому. Причины такой кадровой катастрофы выясняли мои коллеги. Ярымчанский городской суд. Здание абсолютная тишина. В коридорах пусто, входные двери и пункт пропуска почему-то без охраны. Кто здесь? С трудом удалось найти руководителя аппарата. Галина Савчук рассказывает, официально суд работает. Правда, дела здесь уже неделю как не рассматриваются. Все потому, что делать это попросту некому. Все судьи уволились. Вчера ушел последний. Нерассмотренные дела, а их несколько сотен остались. Кто будет теперь ими заниматься, неизвестно. А это уже Ивано-Франковский городской суд. Здесь у каждого судья не менее 30 судебных разбирательств в день. Судья цивилист. Осыковский суд. Ей модульный. За день может рассматривать несколько десятков справ. Проводить несколько десятков заседаний. Ну вы понимаете, что это не может идти про какую-то качество. Судья не может четко с каждой справой знакомиться. Осыковский навантажение нереально. Несмотря на такой бешеный темп, дела все равно не успевают рассматривать вовремя, рассказывает в прислужбе суда. Дефицит судей катастрофический. Из 25 необходимых сегодня работает только 14. Из них семеро тоже уже написали заявление на увольнение. Судьи действительно начали массово увольняться, признают в областной судебной администрации. Не только в Прикарпатье, но и по всей стране. И предполагают, возможно, это из-за вступления в силу уже с 30 сентября нового закона о статусе судей. Согласно которому каждый судья должен пройти квалификационное оценивание или так называемую иллюстрацию. Но, видимо, не все к этому готовы. Почему судья пишут заявки на отставку? Потому что, например, кризовая ситуация, которая складывается, это все-таки пересторога проходжения квалификационного оценивания, которое самое проследковое ценовым законом. Первыми, не дожидаясь люстрации, покинули храм Эфемиды те, кто уже имеет достаточный для выхода на пенсию стаж работы. Ведь если уволятся по старому законодательству, начислят хорошую пенсию. А вот председатель апелляционного суда уверяет, дело не только в новом законе. Перевышение претензий к работе судовой системы. Тиск нездоровый, необґрунтованный тиск на судей с боку окремих громадских организаций. Все это створит щодня стресс. На нынешней неделе Верховная Рада своим постановлением уволила почти 400 судей, в том числе 15 из Прикарпатья. Но при этом ни одного не выбрала. Если так пойдет и дальше, с Нового года Украину ожидает судебный коллапс. Законных оснований для взятия под стражу Александра Орлова нет. Такое заявление сделал народный депутат Николай Скорик. На своей странице в Фейсбуке он прокомментировал решение суда, который избрал в качестве меры пресечения экс-губернатора Одесской области содержание под стражей и назначил астрономическую сумму залога 8 миллионов гривен. Скорик напомнил, что дело, которое инкриминует Орлову, расследовалось уже 2,5 года. Проведены десятки обысков и допросов. Внезапную активизацию следствия при полном отсутствии доказательств Скорик связывает с попыткой скомпрометировать оппозиционный блок. Политсила сегодня составляет серьезную конкуренцию провластным партиям и согласно рейтингам пользуется большой поддержкой граждан. Арест Орлова как попытку давления расценивают и в самом оппозиционном блоке. Я напомню, что прокуратура подозревает Александра Орлова в организации массовых беспорядков в Одессе 19 февраля 2014 года. В это время он занимал пост вице-губернатора Одесской области. Шесть гранаты запало к ним. Такой груз нашла полиция столичного метро в сумке одного из пассажиров на станции «Вокзальная». 46-летнего мужчину задержали. Он родом из Луганской области. Военный служит по контракту в Донецкой области. А в Киев приехал на лечение. Откуда гранаты и куда их вез пассажир, полиции пока не говорят. Боеприпасы отправлены на экспертизу. Открыто уголовное производство. Задержанному грозит до семи лет тюрьмы. Во Львове ветераны АТО, которые живут в палатках возле здания мэрии, готовятся к штурму. Чего требуют от грандначальника? И почему их акция так не нравится местным властям? Поясняли наши корреспонденты. Гимн, теперешний. О, теперешний. 21-е столице. Куля снайпера летала всюди. Рассекала тоненьким свистком. Площадь возле городской ратуши. Здесь участники АТО разбили палаточный городок. Территорию огородили плакатами. К зданию мэрии принесли десяток шин, обустроили полевую кухню. Тут нам добрые люди, предприемцы. Вот, надают все в палитывальных хрульках. Вот, шпондеры, кубасы, макароны, макароны вырубки, чай, кава. Вот тут у нас еще маленький казан, то мы вчера, сегодня в ночи варили плов. Здесь несколько десятков ветеранов АТО днюют и ночуют вот уже неделю. Говорят, намерены продолжать акцию, пока не получат положенные по закону земельные участки. Вымоги наши стосуются земельных делянок для участников боевых действий в межах Львова или Белия Львова. К землю только участникам боевых действий дают только на цвинтаре, на Личакевскому. В данный момент без проблем и безперешкодно. Жители палаточного городка говорят, что их уже предупредили. В понедельник на сессии депутаты будут решать вопрос о сносе палаток перед ратушей. Ведь это вредит имиджу города. Но АТОшники сдаваться не намерены. Собирают подписи под обращением к президенту, чтобы ускорить выдачу земли участникам АТО из Львова. Из Ровна, из Одессы, Миколаев. Сегодня из Кременчука было. Поддерживают, поддерживают. И говорят, что дают эту землю, которую обещали. Ну а в городском совете оправдывается, мол, ветераны уже получили более 600 участков области. А в пределах областного центра землю выделять и не планировали. Земля здесь дорогая. Ее лучше продавать, а не раздавать даром, считают чиновники. В городе Львове есть такая специфика, что мы очень ущельны на городе. Поэтому делания, которые еще есть в городе, их продаж с аукциона гораздо полезнее для того, чтобы вкладывать деньги в инфраструктуру. Это за дорога цена, что до их выделения. Место физически не может раздать землю всем бойцам, которых в Львове более 5 тысяч. И я очень прошу политиков не обещать людям то, что они не могут выполнять. Пока мэр Садовый предложил в качестве альтернативы земельным участкам в городе 200 квартир вот в этом доме. Сдать его сначала обещал в мае. Теперь просит подождать до декабря. Строители не торопятся. Выгнали только 4 этажа из 6 запланированных. Но даже если дом достроят, как распределить между 5 тысячами ветеранов 200 квартир? Городской голова не объяснил. Анна Каменева, Галина Якушко, Юрий Голубинко. Подробности телеканал Интер. Львов. Боевики ЛНР не пускают наблюдателей БСЕ в район Петровского и Золотого. Об этом сообщил зампредседателя специальной мониторинговой миссии в Украине Александр Хух. Он призвал немедленно устранить препятствия для контроля за выполнением договора о разведении сил. Убрать заградительные бетонные блоки и разминировать дороги в местах, где будет проходить разведение сил. В зоне АТО эта ночь выдалась тяжелой для наших военных подгорловкой. В результате обстрела боевиков. Один боец погиб и семеро раненым. Продолжит Ирина Баглай. Вот. Вот это, что у меня вчера чуть не попало. Это 7,62 трассера. Вот этой пулей вчера залетела мне в блиндаж. Чудом никого не задело, а пожар удалось погасить. Вчерашний обстрел, вспоминают бойцы, длился до ночи. Пять часов. Начался со стрелкового оружия, потом противник накрыл их гранатами из АГСов. Они сами начинают агрессивно, ну, стрелять по вечерам. Вот начинает темнеть, и по часу, по два потребуют вот такие бои. Вчера ночью с РПГ стреляли, АГСами стреляли. Это не тишина, нет. Если перемирие, то перемирие, ну, никто не стреляет, ни с какой стороны. Вот их блиндажи, вот это, где у них нарыто. С левой стороны, вот это. Трупами раз, прием. Вот это их позиция, откуда они стреляют по нам. Эти позиции, обозначенные флагом террористической ДНР, вскоре могут стать их второй линией. За время перемирия противник приблизился, и без опасений боевики открыто взялись за рытье новых окопов. Сами попросили перемирия на 7 суток, и начинают подходить ближе, рыть. Уже за 350 метров отсюда в окопы. Не знаю, что мы соблюдаем минские договоренности, и Инта, все равно. У них-то нет командования, у нас есть и правительство, и командование. За спинами военных местные жители. Вчера им пришлось вылезти из укрытий. Рядом загорелся дом. Зажигательные пули боевиков изрешетили и эту крышу. Пили, наверное, горящие. Он только начинал. Вовремя, да? Вовремя мы его увидели. Стало ли тихо на линии соприкосновения с момента оглашения перемирия? Местные отвечают лаконично. С 15 сентября перемирие объявили. Чувствуете его? Нет, стреляют. Громко или? Громко и тихо. Ну вот видите, горят. Один дом горел, второй. Село Зайцево – одно из списков ОБСЕ, где международные наблюдатели настаивают на разведении войск. Но военные уверены, когда бои здесь прекратятся, на их позиции зайдут боевики. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Анатолий Воробей из Донецкой области. Подробности – телеканал «Интер». Россия по отношению к Украине нарушает Будапештский меморандум, который предусматривает уважение суверенитета и существующих границ государства. Об этом заявил глава украинского МИДа Павел Климкин на заседании Совбеза ООН. Министр напомнил, что одно из главных положений этого документа запрещает России использовать силу и, главное, любое оружие в отношении Украины. Выполнение основных положений этого документа одной страной, Российской Федерацией, поднимает два важных вопроса. Один из них – можем ли мы доверять гарантиям безопасности, которые дала эта страна, и которые мы получили в резолюции. Вопрос доверия фундаментальный, и это касается в целом режима нераспространения. В результате двойного теракта на севере Ирака погибли 13 человек, более 30 получили ранения. Террористы-смертники взорвали грузовик при въезде в город Тикрит. В момент атаки на КПП находились глава полиции и председатель местного комитета по безопасности. Они живы. Город Тикрит находится в Иракской провинции Салах-э-Дин, где военные ведут бои с террористами Исламского государства. Сирийский Алеппо снова под бомбами. Жертвами авиаударов в ночь на субботу стали по меньшей мере 25 человек. Кроме того, более 2 миллионов остались без воды. В ходе авианалетов была серьезно повреждена водонапорная станция. Ущерб нанесенный зданием службы по чрезвычайным ситуациям. Пострадали также подземные убежища. По информации волонтеров, людям негде было укрыться от авиаатак, и большинство остались в своих домах. Я призываю всех честных людей помочь нам. Мы умираем. Здесь блокады, разрушения, убитые и раненые. Пусть они ответят перед Богом. Рано утром по городу ударили ракетами. Убиты семеро детей и их мать. Есть и другие жертвы. До сих пор много людей под завалами. Многим не могут оказать первую медицинскую помощь. После Будапешта в Вену австрийский канцлер созвал саммит по беженцам, на который приглашены представители стран так называемого Балканского пути совместно с координаторами из Брюсселя. Что решили на форуме? На форуме знает София Гордиенко. Они в Братиславе говорили о миграции и в Вене решили продолжить болезненную тему. Ведь де-факто на последнем саммите в Словакии старая Европа пошла навстречу новой и не стала настаивать на квотах приема беженцев, пытаясь найти компромисс. Не всем такая позиция пришлась по душе. Открыто возмущался премьер Маттео Ренци. Не очень были довольны греки. И пришло время серьезно поговорить. Сегодня мы должны будем обсудить, как улучшить эффективность наших действий. Необходимо подтвердить политически и на практике, что западно-балканская дорога нерегулярной миграции будет закрыта. Миграционный вызов нуждается в общем и европейском подходе. Я уверен, что сегодня после дискуссии мы сможем продемонстрировать солидарность. К слову, итальянский премьер Маттео Ренци, который саммит в Братиславе покинул в ярости, в Вену тоже не прилетел. Почему не сообщается? Но пути выхода из кризиса политикам пришлось искать без него. В начале года они уже пришли к решению закрыть балканский путь. Сегодня новое задание. Дать больше полномочий организации фронток, стоящей на страже границ ЕС, помочь Греции с центрами миграции и возобновить переговоры с так называемыми третьими странами, где могут осесть беженцы. Главная задача – обеспечить сотрудничество с Турцией. Этот вопрос во многом зависит от либерализации визового режима. Существуют также технические проблемы, и мы их сегодня обсуждали. На данный момент Турция делает все, чтобы реализовать наше соглашение, но мы в Европе не принимаем ответных шагов в том же темпе. Кроме безопасности ЕС, политикам приходится думать и о собственном имидже. Ведь чем больше хаоса в вопросах миграции, тем острее реагируют избиратели. И здесь самый яркий пример – рейтинг Ангела Меркель, упавшей именно из-за ее готовности принять всех и вся. София Гордиенко, подробности, Европейское бюро телеканала Интер. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло сегодня ночью в Румынии. Эпицентр находился в зоне Вранча, к северу от Бухареста. Подземные толчки ощущались по всей стране. С какой силой трясло, можно увидеть на этих кадрах из камер наблюдения. Запись выложили в сеть. К счастью, серьезных разрушений пострадавших нет. Румынское землетрясение ощутили и жители Украины. В госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что никаких повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано. А в госинспекции ядерного регулирования поспешили успокоить, что на работу украинских АЭС подземные толчки никак не повлияли. Зато в соцсетях землетрясение стало темой номер один. Пользователи делятся видеороликами. Кто-то успел снять, как качаются люстры, дрожат стекла в сервантах и звенит посуда. Наиболее сильные толчки ощутили жители Одесской области. Примерно магнитудой 3,4. В остальных регионах, в том числе и в Киеве, магнитуда не превышала трех. В Харьковской области увеличилось число жертв отравления суррогатным алкоголем. На данный момент в трех районах умерли уже 12 человек. Еще семеро остаются в больницах. Я напомню, что в отдаленные селы региона на этой неделе завезли суррогатный алкоголь. Людям его продавали на разлив по 25 гривен за пол-литра. Полиция уже задержала троих владельцев магазинов. Торговые точки опечатано, алкоголь изъят на экспертизу. Следователи фискальной службы ищут поставщика суррогата. Вызначил размер заставы для жильки у 275 тысяч гривен. В США снова бессмысленный жестокий расстрел. Преступник открыл огонь в торговом центре. Пять человек погибли. С подробностями из Соединенных Штатов Дмитрия Анопченко. Это ночь в городке Берлингтон, что в получасе езды от Сиэтла превратилась в кошмар. Вой полицейских сирен, скорая, спешащая по улицам и свет в окнах соседних домов, который не газ до утра. Ведь здесь все друг друга знают. И те, кто погибли, для многих были друзьями или хорошими знакомыми. Погибших пятеро. Четыре человека скончались мгновенно. Еще один чуть позже в больнице. Врачи не смогли его спасти. И жители городка не способны понять, что заставило их соседа, молодого парня, ворваться с винтовкой в руках в популярный торговый центр. И открыть огонь. Кто он, пока неизвестно. Полиция распространила лишь кадры с камер наблюдения. На вид 20-25 лет латиноамериканец действовал в одиночку. Преступник открыл беспорядочную стрельбу, а затем выбежал из торгового центра и скрылся в темноте. Мы до сих пор активно ищем подозреваемого. Все детективы, десятки наших офицеров делают абсолютно все возможное. Изучают и записи в соцсетях, и телефонные звонки, чтобы установить, где может скрываться преступник. В субботнем вечером шоппинг-молл был полон людей. Магазины открыты до поздна, на вечерние сеансы в кино распроданы все билеты. Свидетели говорят, в момент нападения в торговом центре была страшная паника. Услышав выстрелы, люди падали на пол. Прятались за прилавками в магазинах. У всех здесь еще слишком свежи воспоминания о похожем преступлении. Стрельбе в таком же крохотном городке Аврора, в Колорадо, когда преступник открыл огонь в кинотеатре. Хладнокровно. На глазах у всех застрелив 12 человек. Сейчас, как и тогда, невозможно понять, а что же стало причиной преступления. Полиция допускает, что четкого мотива у убийцы в принципе не было. Как и в череде подобных преступлений, которые в последние годы захлестнули Америку. А политологи уже гадают, как это ЧП скажется на рейтинге обоих кандидатов в президенты. Уже послезавтра и Трамп, и Хиллари выйдут на первые теледебаты. Он выступал за свободную продажу оружия, она за ограничения. И на волне сочувствия к жертвам расстрела в Берлингтоне общественное мнение может измениться. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко и Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер. К чему привела забывчивость Хиллари Клинтон и кто подшучивал над Бараком Обамой? Об этом и не только. Далее в нашем обзоре. Россияная Хиллари, кандидат в президенты США, демократической партии совсем не следит за своими документами. И однажды забыла в гостиничном номере в Москве папку с секретными бумагами. Речь идет о временах, когда Клинтон была госсекретарем США. Об этой оплошности стало известно после того, как ФБР обнародовало еще почти 200 страниц ее служебных писем. А вот нынешний президент США едва не остался без штанов. В Белом доме пошутили над Бараком Обамой. Во время вручения национальных медалей в области искусства и гуманитарных наук известный актер Мел Брукс сделал жест, будто снимает с Обамы штаны. В момент награждения. Американский президент нищуть не растерялся и даже немного подыграл звезде кино. В Северной Корее в городе Вон Сан стартовало первое в истории КНДР авиашоу. Полюбоваться зрелищем собрались около 200 тысяч человек. Первым в небо взмыл вертолет американского производства Хьюз-500. Ему выпала честь открыть демонстрационный полет. Но в основном на авиашоу красовались российские самолеты, такие как Ту-154, Ту-134 и Л-18. На низкой высоте летали МиГ-29 и Су-25. Подобные маневры запрещены, но Северная Корея не упустила возможности продемонстрировать мастерство своих пилотов. Самый крупный радиотелескоп в мире начнет работать в Китае. Его площадь как 30 футбольных полей. Амбициозный проект обошелся Поднебесной в 180 миллионов долларов. Для этого пришлось даже переселить 9 тысяч человек в радиусе 5 километров. Ученые утверждают, благодаря высокой чувствительности радиотелескопа, можно будет исследовать жизнь на других планетах и даже рассматривать самые отдаленные галактики. Франция побила сырный мировой рекорд. В городе Нанси один из магазинов презентовал самую длинную сырную тарелку. На ней выложили около 730 сортов популярной закуски. Тем самым опередив китайцев, которые до сих пор удерживали первенство. Книга рекордов Гиннесса зафиксировала сырное разнообразие и выдала владельцам магазина сертификат. В Индии фотография с питоном чуть не стоила жизни мужчине. В штате Раджистан группа туристов поймала рептилию и решила сфотографироваться с ней. Чтобы фото получилось поэффективнее, мужчина решил снять все крупным планом. Но когда подошел поближе, питон мгновенно атаковал руку фотографа. К счастью, человек отделался легким испугом. Питона забрали в местный террариум. 20 стран мира сегодня проводят марш за легализацию абортов. Глобальную акцию организовали ирландцы. У них одни из самых строгих законов. Смогут ли митинги изменить ситуацию? Сюжет нашего европейского САПКОРа Оксаны Кундеренко. Каждый год, даже в плохую погоду, они с друзьями ходят на демонстрацию. Последняя суббота сентября для ирландских женщин стала днем борьбы за право прерывать беременность. Отменить восьмую поправку Конституции требуют они от политиков. В этот раз демонстрантов вдохновила история в Твиттере. Две ирландки шаг за шагом описывали путешествие в Великобританию, где делали аборты. Все препятствия сравнили с охотой на ведьм. Те, кто забеременел, не будучи замужем, в Ирландии раньше топили в море. Законы церкви не должны властвовать над твоим телом. 11 женщин каждый день уезжают из Ирландии, чтобы сделать аборт за границей. Аборты в экстренном случае, если беременность угрожает жизни матери, разрешили в Ирландии только три года назад. Неужели страна, где на референдуме одобрили однополые браки, застряла в прошлом, когда дело касается прав женщин? Прерывать жизнь нерожденного ребенка, даже больного, это ужасно. В медицинской литературе доказано, можно предоставить необходимое лечение, чтобы в большинстве случаев женщина смогла родить без ущерба для своего здоровья. Еще одно консервативное европейское государство, Польша, на днях пыталось запретить аборты даже в случае изнасилования или инцеста. 361 против 42 голосов. Законопроект в первом чтении принят. Вот так все вы выглядели на 10-й неделе беременности. Вот такими были вы в материнском лоне, с головой, руками и ногами. Сегодня в Польше, как и по всему миру, тоже акции. Не такие массовые, но такие же эмоциональные. Девушки больше не хотят прятаться, не хотят отдавать огромные деньги в иностранных клиниках, не хотят идти к нелегальным лекарям и опасаться тюрьмы в своей стране. Противоречивый вопрос. Давно бы дорожит общественность, но вряд ли скоро получит ответ. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Поединок Кличко-Фьюри снова перенесли. Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отложил бой-реванш с Владимиром Кличко. Главная причина – это плохое самочувствие британца. Схватку чемпионов планировали уже дважды. Первая была намечена на 9 июля в Манчестере, но ее отложили, поскольку Фьюри повредил лодыжку. Следующая дата – 29 октября. Однако бой не состоится. Я напомню, что Фьюри победил Кличко по очкам в первом бою в ноябре прошлого года, отобрав украинца все его чемпионские титулы. Наш выпуск близится к концу. Не пропустите завтра в 20.00 итоговые программы. Подробности недели с Алексеем Лихманом. И вот коротко о чем расскажут мои коллеги. Дружба до первого бюджета. Пройдет ли шаткая коалиция испытания деньгами? Судебные судороги. Что изменит судебная реформа и кто ее саботирует? Ставки по черному. Почему игорный бизнес наполняет не бюджет страны, а карманы крышующих? Расстрел оборотня. Кто и почему устроил показательную казнь Жилина под носом у российских спецслужб? И это все о чем мы успели сегодня рассказать. Все новости можно узнать на нашем сайте. Подробности и хорошего вам настроения и приятного вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова